Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, зовут меня Вадим Самылин, я врач-психотерапевт, психолог, руководитель Центра психологии доктора Самылина Фонарь. И сегодня мы продолжаем с вами говорить про такую важную проблему, как онкологические пациенты, про такую важную проблему, как связь состояния психологического с выздоровлением онкологического пациента, а также и общение самого человека со своими родственниками, с врачами, и каким образом выстраивать это общение. Говоря про стадии заболевания, в сегодняшней передаче мы будем говорить про такую завершающую и достаточно драматичную историю, как депрессивная фаза. Она завершает фазу агрессии, и многими людьми расценивается, даже специалистами, которые работают в направлении помощи онкологическим пациентам, данная стадия расценивается как некая дезадаптация, когда человек не принимает исходы заболевания, может быть, исходы процессов, которые с ним происходят. На самом деле, в стадии депрессии она является очень значимой, а может быть, даже ключевой в моменте, ну или в длиннике всего лечения заболеваний. В этой стадии происходят такие процессы, когда человек начинает уже более, скажем так, адекватно оценивать те изменения, которые происходили с ним в предыдущих стадиях. Это заболевание или эта стадия, она приходит всегда, как и предыдущие, всегда приходит на смену агрессивной стадии, особенно когда мы говорим про инициацию процесса. В дальнейшем она может встраиваться между теми стадиями, которые говорили, потому что, напомню, что все стадии, как и шок, отрицание, агрессия, торг и депрессия, они в начале заболевания идут друг за другом поочередно, а затем они могут меняться. Итак, депрессивная фаза. Что это? Это, собственно говоря, комплекс когнитивных, то есть мыслительных процессов, эмоциональных, которые складываются к тому, что у человека происходит некое такое видимое замедление функции психической деятельности для того, чтобы, скажем, набраться сил, для того, чтобы осмыслить, что же все-таки происходит. Если стадия торга пройдена, скажем так, успешно, и специалистами было, скажем так, точно определенное лечение на этой стадии, то стадия депрессии является неким закрепляющим моментом. Очень важно знать, каким образом реагировать, или каким образом выстраиваете отношения, выстраиваете общение с своим пациентом. Если мы специалисты, я имею в виду сейчас или клинические психологи, или врачи-онкологи, может быть, химиотерапевты, очень важно понимать, что эту стадию не стоит, может быть, даже переоценивать, катастрофизировать и сразу же кидаться с назначением противодепрессивных или антидепрессивных препаратов для того, чтобы быстрее ее проскочить. Потому что именно в эту стадию человек с замедлением даже физических каких-то процессов себя наполняет, скажем, той новой информацией, принимает свое тело, скажем так, в новой ипостаси или готовится к этому принятию. Чаще человек физически менее активен, он больше времени проводит дома, может быть, даже в уединении, он может ничем не заниматься, и круг его интересов достаточно сильно сузится для того, чтобы каким-то образом сэкономить силы для дальнейшего течения процесса. Человек может больше плакать, человек может уходить от каких-то привычных социальных связей, он может об этом даже прямо просить. И в этот период совсем не стоит человеку докучать каким-то своим обществом. Если мы родственники, то пытаться его встряхнуть, пытаться ему объяснить, что его состояние не приведет к чему-то хорошему, достаточно опрометчиво. Поэтому мы каким-то образом должны выстроить новую концепцию общения и больше переходить, наверное, к большей осознанности. Именно в этот момент нам нужно больше с ним общаться, нам нужно больше с ним каким-то образом к нему приходить больше, наверное, не с назиданием, а с какими-то вопросами. И внимательно слушать, что хочет сказать человек, находясь в этой стадии. Он может нас попросить не участвовать в его жизни настолько, насколько мы привыкли. Он может попросить не наводить вот эту вот суету, когда мы находимся рядом с ним. И одновременно с этим мы должны ему каким-то образом сказать или сигнализировать, что мы всегда рядом и готовы тебе оказать ту помощь, которая тебе необходима. В эту же стадию, наверное, очень вредным будет делать что-то за человека. Все-таки он достаточно социализирован. Если мы говорим про стадию заболевания, когда нет сложных нарушений функции жизнедеятельности организма, и все, что он может сделать, то необходимо создать те условия, чтобы делал он сам. Не стоит вышибать из-под него почву какой-то социализации, почву жизни. И если он может сходить в магазин, пусть он входит в магазин. Если он может продолжать работать, то он прекрасно может это делать. И мы же здесь в этом случае можем, если мы родственники или мы, может быть, даже руководственные или коллеги по работе, можем каким-то образом либо облегчить труд, либо перевести в какие-то более легкие условия, но точно не прекращать его, ну скажем так, вот эту социальную активность в общении, в произведении каких-то услуг для социума, которые могут быть очень важны для него. Если мы специалисты, то здесь стоит внимательно смотреть на сроки развития депрессивной фазы. Если сроки продолжаются уже больше полугода, если человек, ну не прослеживается у человека тенденция к тому, что он как бы выходит и состояние меняется, то здесь можно уже насторожиться и заподозрить такое грозное относительное состояние, которое называется посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство. И уже клинические психологи в компании с психотерапевтами или психиатрами могут назначить психофармакологическую коррекцию того состояния, в котором есть, потому что здесь мы можем человеку, ну скажем так, навредить своим бездействиям. Именно мультидисциплинарный подход в данную стадию или в этой ситуации может очень сильно помочь и прогноз течения, состояния человека и дальнейшей преемственности в лечении. Депрессивная фаза может несколько человек, скажем так, помещать в некую социальную скорлупу и снижать его качество жизни. В этом случае, находясь с ним как адекватные родственники или адекватные близкие люди, мы, и оказывая, кстати, ему помощь посильную, мы можем создать ему дальнейшие условия по движению по длиннику болезни. То есть в данном случае мы можем каким-то образом ему подсказать о том, что ни в коем случае нельзя прекращать лечение. О том, что лечение, оно все-таки идет по определенному сценарию. Сценарий этот определяет врач-онколог, либо врачи-химиотерапевты, врачи лучевого лечения. И здесь, в этом ключе, нам очень важно его поддержать, и чтобы он продолжил идти по этому пути лечения. Здесь таким же образом нужно выстроить некую его социальную или, может быть, даже соматическую организацию. То есть, чтобы он был достаточно накормлен, если мы рядом с ним находимся, можем обеспечить ему либо питание, либо какой-то контроль, потому что депрессивная фаза иногда сочетается с тем, что у него снижается потребность в еде и может каким-то образом нарушать режим питания, он может нарушать режим отдыха. И все-таки в какой-то момент времени, опять же, если он захочет и не будет сильно сопротивляться, то можно и немножечко увеличить некий, скажем так, физический компонент того, чтобы человек начинал все больше и больше двигаться, для того, чтобы понималось, наверное, что физическая активность, она все-таки необходима организму, и по мере сил, по мере возможности, человеку как-то подсказывать, что это делать необходимо. Также врачи, наблюдая за этим пациентом, должны обязательно быть, скажем так, в компании с родственниками, и когда родственники, являясь, ну, скажем, союзниками выздоровления, могут сигнализировать врачу о том, что у человека возникает различное нарушение, которое могут граничить, ну, скажем, жизнью. Я сейчас имею в виду здесь про такое грозное состояние, как суицидальные риски, когда человек все-таки в определенную фазу могут или может прибегнуть к тому, что у него возникают эти идеи, а иногда эти идеи могут воплотиться с реальностью. Поэтому очень важно быть, скажем так, во внимании и слушать человека о том, что он говорит. Что делать с этим состоянием, будем говорить с вами в дальнейших передачах. От себя же сейчас я напоминаю, что любую информацию по тому, каким образом вести себя с пациентом, если мы говорим про специалистов, мы говорим с родственниками, с больным, и даже со здоровыми родственниками, если я сам являюсь, собственно говоря, онкологическим пациентом вы можете получить по ссылкам, которые мы укажем под этим видео. Также там будут размещены определенные материалы. И напоминаю, что каждую среду в Саранске по адресу улицы Коваленко, дом 18 проходят бесплатные встречи для онкологических пациентов, для их родственников и для специалистов, которые оказывают ту помощь, которая необходима. Эта встреча, еще раз подчеркиваю, бесплатная. На этом у меня все. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова